Всем приветики! Меня зовут Кото. Сегодня я покажу вам, как заплетать косички Зизи. Косички Зизи плетутся из синтетического материала, который заранее был заплетен вот такими вот тоненькими косами. То есть, такой материал вы уже покупаете, самостоятельно плести столько косичек вам уже не нужно будет. Сразу хочу ответить на очень распространенный вопрос. Чем же косички Зизи отличаются от афрокосичек? Афрокосы плетутся также из синтетического материала, но он называется каниколон. И выглядит он вот так. То есть, когда вы плетете афрокос, вы берете каниколон, подплетаете его к своим волосам и заплетаете косичку по всей длине материала. А в случае, когда вы плетете косички Зизи, здесь он продается уже в готовом виде, то есть косы уже заплетены. И еще один очень важный момент, если сравнивать между собой афрокосички и косы Зизи, афрокосы будут тяжелые по весу, а Зизи максимально легкие и воздушные То есть, если вы хотите заплести себе максимальную длину косичек, выбирайте лучше Зизи А сейчас я покажу вам свои инструменты, то, что нам сегодня понадобится для работы Первая, это, пожалуй, вот такая вот широкая расческа, чтобы можно было легко расчесать волосы непосредственно перед заплетением Вторая расческа, с которой я сегодня буду работать, имеет вот такой вот металлический хвостик Хвостик нам нужен для того, чтобы легко и просто разделять проборы и секции Теперь большие зажимы Я люблю использовать в работе зажимы вот такой вот коленочкой Но в целом вы можете использовать любые зажимы, которые вам удобны То есть, они могут быть прямыми или зажимы бабочки То есть, смотрите, с чем вам самим проще будет работать Также у меня здесь есть маленькие зажимы Маленькие зажимы тоже Смотрите, они могут быть любые по форме, главное, чтобы они хорошо фиксировали Пульверизатор Он нам сегодня пригодится для того, чтобы немножечко увлажнить наши волосы Ребят, и у меня для вас классные новости В конце этого видео мы разыграем для вас комплект материала для заплетения Цвет которого вы выберете сами Приступаем У меня сегодня в гостях Яна Вот такие вот у нас сегодня волосы Волосы средней длины, и мы будем заплетать на них максимально длинные косички Пару слов хочу сказать о цвете материала Допустим, вы блондинка, старайтесь выбирать для себя светлый материал Если вы со светлыми волосами купите себе черные или, допустим, красные, рыжие косички Это будет смотреться у корней, так знаете, немножечко грязноватой Прическа в целом будет выглядеть неопрятно Поэтому старайтесь все-таки материал подбирать под цвет своих волос Я буду начинать свою работу с затылком Отделяю нашу секцию и закалываю волосы, которые будут мне мешать Здесь я буду использовать большие зажимы Со второй стороны делаем то же самое Чтобы волосы у вас сильно не пушились, когда вы делаете деление, используйте пульверизатор У меня здесь обычная вода, никаких дополнительных средств туда добавлять не нужно Чуть-чуть увлажняем наши волосы То есть они не должны быть мокрые Влага должна немножечко убрать именно пушок с волос, но не намочить их Я деляю первый ряд на затылке Он у меня здесь идет горизонтально Остальные волосы я прочесываю вверх и закалываю их Когда делаете деление на затылке, обратите внимание Что вот здесь вот внизу шеи чаще всего волосы такие прям тоненькие, пушковые И если вы возьмете вот такую вот тоненькую прядочку И будете подплетать к ней много материала У вас будет вероятность, что вы травмируете свои волосы Так как материал слишком тяжелый для таких волос Поэтому обязательно делайте здесь деление пошире секции И вы, наверное, обратили внимание, что у нас здесь очень короткие волосы Хочу сразу сказать, что косые можно заплетать на волосы 3-5 сантиметров На коротких волосах не очень удобно показывать саму петлю, как я подплетаю Поэтому я вам ее покажу чуть выше Сегодня в студии я работаю не одна Пока я плету косички, девчонки у нас сегодня красят Если вы хотите, чтобы мы сняли отдельное видео Один день из жизни нашей студии, пишите об этом в комментариях Мы закончили заплетать наш затылочек У меня здесь были горизонтальные проборы И деление я делала в шахматном порядке Давайте нарисую, чтобы было более понятно Вот она наша голова, это получается вид сзади Вот они наши уши Художник из меня так себе А самая верхняя, получается, наша линия этой секции Ориентируется у нас по ушам И здесь в зависимости от густоты ваших волос У вас будет 4-5 проборов То есть если волосы густые, можно делать 5 Если волосы у вас не очень густые, делайте 4 И они у вас должны быть равные по частям Дальше, как я делаю деление в шахматном порядке Допустим, в самом нижнем ряду у нас было 3 косички с вами Это значит, что в следующем их должно быть 4 И вы отделяете их в шахматном порядке Каждый ряд получается такой вот кладкой кирпичной За счет того, что мы работаем в шахматном порядке Получается, каждая косичка с собой перекрывает предыдущий пробор Дальше мы переходим на висок Я точно так же отделяю секцию И лишние волосы закалываю, чтобы нам ничего не мешало заплетаться Высота верхней секции будет определяться непосредственно строением черепа То есть здесь нужно ориентироваться на плоскость и скругление головы А также очень хороший ориентир у нас здесь идет линия роста То есть она у нас у каждого своя И мы тоже будем на нее смотреть, когда будем заплетаться На висках я также буду работать горизонтальными проборами И количество проборов у меня здесь будет зависеть от густоты волос Чаще всего их здесь получается 4 или 5 Также обратите внимание, что на висках, на краевой линии волосы тоже достаточно тонкие Поэтому, чтобы их не перегружать материалом, я буду брать секции пошире Давайте посмотрим подплетение поближе Я беру две прядки, две косички Складываю их вместе и беру прядь нашу пополам Берем нашу секцию и прикладываем к ней волосы Я образую вот такую вот петельку Старайтесь сразу здесь держать натяжение максимально близко к корням, то есть коже головы Дальше косичку я буду плести всегда под низ То есть пряди, которые я опускаю вот сейчас с правой стороны в центр Я пропускаю под низ, а не через верх Дальше беру прядь с левой стороны и пропускаю ее в центр также под низ Перехватываем сейчас это все в левую ручку С правой прядки я сейчас беру одну из косичек и просто выкидываю ее наверх Она мне не нужна Беру вторую косичку, которая у нас осталась И подсоединяю к ней одну треть наших волос Подсоединяю ее и точно так же под низ пропускаю ее с правой стороны в центр Пряди с левой стороны пропускаю под низ в центр Возвращаясь к плетению с правой нашей прядки Здесь у меня получаются натуральные волосы И моя задача сейчас поделить их на две равные части И я подхватываю две оставшиеся косички И пропускаю с правой стороны прядь под низ в центр И у меня получается три прядки, в которых есть одна треть натуральных волос и есть косичка И дальше я это все плету под низ до конца своих волос Косичку я продолжаю плести под низ прядки Доплетая до конца своих волос И здесь мне нужно будет ее закрепить Я буду делать здесь петельку Беру одну из косичек Делаю вот такую петлю И протаскиваю хвостик сверху вниз Хорошенечко это все затягиваем Одна тонкая косичка у нас идет сразу непосредственно от корня Дальше мы проплетаем до конца своих волос И дальше у нас идут три уже готовые заплетенные косички Таким образом получается с одного приплетения у нас идет сразу четыре тонкие косички И мы здесь запрели примерно одну пятую головы А их уже так много получается по количеству Давайте зарисуем схему Получается вот эта часть у нас уже заплетенная Вот там у нас идут рядочки Как-то так они у нас идут Мы сейчас работали с виском Наша секция у нас была вот здесь И тут у меня с Яной получилось четыре рядочка И здесь я также старалась сделать наше деление в шахматном порядке То есть первые отделили Соответственно вторые идут у вас кирпичиками Все просто Второй висок мы заплетаем аналогично первому Старайтесь здесь чтобы проборы у вас были симметрично относительно друг друга После того как мы заканчиваем заплетать виски у нас остается две секции Наша макушечка и часть затылка И именно с затылка мы сейчас будем продолжать нашу работу На затылке мы продолжаем работать горизонтальными проборами И будем вести нашу линию от одного виска к второму Заплетать такие косички на длинные волосы конечно же можно Просто в таком случае работа будет занимать у вас больше времени И сама коса вот эта наша которая с натуральными волосами будет идти ниже Но поверьте это также будет смотреться эстетично и красиво Мы закончили заплетать затылок Вот как это выглядит И сейчас более подробно зарисую вам схему на доске Мы продолжали вести наши проборы ориентируясь на виски Соответственно если вы на висках заплели 4 пробора И здесь у вас их тоже будет 4 И здесь старались заплетать так же все в шахматном порядке Чтобы каждая косичка закрывала у нас предыдущий пробор На макушке у нас деление будет идти диагональ То есть мы находим центр и делаем два диагональных пробора И здесь тоже смотрите чтобы они у вас были симметричны относительно друг друга Здесь мы заплетаем все как обычно Единственное обратите внимание что краевая секция которую мы будем заплетать Она у нас получается по форме треугольничка Пока плиту хочу сказать вам пару слов о противопоказаниях Я не рекомендую заплетать вам косички либо дреды Если у вас свои волосы очень тонкие и ломкие Также если они у вас активно выпадают Не стоит делать на них никакие афропрически Следующий пробор мы будем делать так же диагонально Он у нас будет параллельный к предыдущему И здесь хочу дать вам маленький совет Когда ведете пробор не отрывайте хвостик расчески от кожи головы Тогда у вас будет идти с первого раза ровная линия Если вы просто берете допустим прядь и ставите туда расческу Линия у вас будет очень грязная Это наша последняя косичка на сегодня Так, теперь делаем петельку Закрепляем и готово! А теперь давайте зарисуем схему Это наша голова сверху Вот здесь у нас носик и ушки Мы работали получается от центра И работали диагональными проборами Каждый был параллелен предыдущему Вот такой вот елочкой мы непосредственно шли От затылка к лицу И здесь точно так же мы делали их в шахматном порядке Вот такие косы у нас сегодня получились Ходить с такой прической можно два месяца Мы сегодня заплетали косички максимальной длины Если вы хотите покороче, вы можете совершенно спокойно их подстричь Мы берем здесь самые обычные ножницы И просто подрезаем косы до нужной нам длины Материал уже заварен, поэтому кончики вам никак обрабатывать не нужно Они у нас не расплетутся Если вы изначально хотите короткие косички Для экономии материала вы можете просто порезать его пополам Сколько пачек материала нужно на заплетение Ребята, в зависимости от бренда Производитель кладет разное количество косичек в упаковку Поэтому я не буду говорить, сколько конкретно пачек Я вам скажу, что на голову вам нужно 250-300 косичек А здесь уже сами смотрите, сколько у вас косичек в пачке получается А теперь, как и обещала, конкурс Напоминаю, призом нашего конкурса является комплект материала Для заплетения косичек Zizi Цвет материала пишите в комментариях Для участия в конкурсе вам необходимо будет подписаться на мой канал Поставить лайк этому видео и оставить внизу комментарий Результаты конкурса мы подведем 6 июня Всем удачи, спасибо вам за просмотр Меняйтесь, улыбайтесь! Давайте посмотрим, как же нужно делать под плетением Давайте разрисуем А теперь давай зарисуем Давай, говорю Давай я тебе зарисую схему сейчас быстренько